Саламу алейкум, мархмут лав баракату, иншаллах, сегодня хотела вот прокомментировать и рассказать немножко об ошибках, которые встречаются часто при чтении суры Аль-Фатиха. Да, многие читали пост, некоторые, может, не читали, почитают позже. Хотелось вот его прокомментировать, да, некоторые сёстры спрашивали о том, чтобы прокомментировать именно те ошибки в устном варианте, да. Мы их немножко рассмотрим. Возможно, что-то, что было не совсем ясно, непонятно в посте, да, станет, иншаллах, понятнее. Саламу алейкум, мархмут лав баракату. Если по ходу у вас будут возникать вопросы, иншаллах, мы их рассмотрим. Сначала хотела бы вот про первый пост, да, то есть остановиться, а потом второй. И по ходу я слежу за вашими сообщениями. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, можете их задавать. Значит, тема, напоминаю, это ошибки при чтении суры Аль-Фатиха. Так как сура Аль-Фатиха у нас основная сура, которую читаем, да, множество раз в день. Поэтому её важность, да, ну, как бы здесь её описать сложно, да, то есть в плане того, что, ну, безупречно, да, её важность очевидна. Что у нас тут есть, что я пишу? Первая проблема, которая может, или которая режет слух, это длина произношения букв с суккуны. То есть у нас суккунированные буквы, да, они делятся, ну, вообще суккунированные буквы разные, да, в алфавите, которые встречаются. И звук их отличается в произношении в зависимости от того, какая это буква. В каком смысле? Ну, понятно, что каждая буква имеет специфическое звучание, но также есть разница вот в той длине самого звука, когда мы произносим ту или иную букву в зависимости от того, какая категория звука это, да. То есть это связано вот с ифатами, у нас есть Рахал, Ащидда и Бейния, ну, кто учил больше, как бы, даже вид глубже, да, кто, как бы, пока мы снились на таких понятиях, да, вот как самые очевидные, самые лёгкие, как в посте были написаны, то есть такими простым, мне кажется, языком, да, чтобы было всем понятно, даже кто там не углублялся особо. То есть я рассматривала только те буквы, которые явно пришли в суре, никакие-то другие не брала. То есть у нас есть буква Син, Нун, Ха, Мим, Уау, Айн, Га, Я и Гойн. Вот эти буквы, которые встречаются у нас в этой суре. И несмотря на то, что ни одна из этих букв, она не является буквой, которая относится, ну, в такой категории у нас есть буквы Аль-Каля, которые не только читаются быстро, ну, как бы так, но они читаются ещё таким взрывной звук, да, резкий звук. Для того, чтобы его произнести, нужно это сделать, иначе звук, как бы, в Махраджи исчезает, его не слышно. Например, буква Ба, да, если мы закроем просто губы, а звука не слышно, то есть Махраджи, Ба – это губы. Но тем не менее, при закрытых губах Ба не слышим. Мы должны только их рассоединить, чтобы было услышано. Но если я просто рассоединю Ба, да, и скажу, вот, я их разъединила, вы их не услышите. И только такая вот резкость в произношении, а бы, да, бы, резкое, как бы, рассоединение губ на естественное положение даёт нам звук. Но такой буквы Ба в конце аята, да, или вот Даль, или Аф, или Аллах, Дим, да, их нету в суре Аль-Фатиха. Они могут встречаться там в середине аят, вернее, в конце аятов, да, нету. А в середине аятов в слове каком-то может быть. Ну, обычно аяты там небольшие, кроме последнего, да, и можно один аят прочитать полностью. Поэтому нет нужды останавливаться там в середине аятов на каком-то слове, как это может быть, допустим, в другом каком-то аяте. Так вот, несмотря на то, что таких букв в конце аятов нету, да, которые нужно бы прочитать быстро, или даже в середине аята, да, которые бы были с суккуном из этих букв, то, но многие делают, допускают такую ошибку, как произносят вот таким резким звуком и другие буквы, которые с суккуном. Да, например, говорят, бизи, 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 то есть это неправильно. Буква Син, у неё есть длина, а эта длина должна быть достаточной для того, чтобы эта буква была услышана, да, то есть чтобы её слышать. То есть у нас биз-ми, да, мы не должны говорить биз-ми, или буква Ха, да, в первом аяте у нас Аль-Хамды, да, или во втором, нет, это не то, Ар-Рахман, да, вот Ха здесь, то есть не надо говорить Ар-Рахман, то есть Ха быстро, опять же, у неё должно быть звучание. Вот Син и буква Ха с суккуном, они в одной категории, да, нельзя их говорить бизи-ми-ляхи, там, или Ар-Рахман, да, Ха как бы быстро произносить не следует. Почему? Потому что она, и та, и другая буква не относятся к категории букв, которые вот так читаются резко и быстро. Если вы читаете их так, то есть вы делаете этим произношением ошибку. Можно контролировать, да, задерживать, как бы, немножко на Махраджит вот таких букв. Сюда относится буква Син, из тех, конечно, которые встречаются в этой суре с суккуном, да, то есть их больше на самом деле. Син, Ха, что у нас тут ещё, Ха, Я, Гойн, да, вот эти буквы, тоже Вау, если она идёт, ну, не долго, а, например, с голосовкой, как и Яун, да, сюда входит. То есть внимательно, да, произносим эти буквы таким образом, чтобы они не звучали резко. Ну, и так вот, если читать таким чтением и другие суры, и эту в том числе, то это звучит, как вот такой молоточком бьётся, там, да, Бес-Ремеляхи, там, Аруах-Ремани, то есть такие вот звуки, как тук-тук-тук везде. Да, есть определённые буквы, которые так нужно читать, но в том-то и красота, и мелодичность, что мы читаем, как бы, те буквы, которые нужно так читать таким образом. И в сплетении с другими буквами, которые имеют свои эсфалаты, свои махраджи, это и передаёт вот красоту звучания, чтения и так далее. Поэтому внимательно с этими буквами вот контролируйте звучание, чтобы они у вас быстро не проходили, не произносились. Да, например, ещё что-то можно сказать. Вот в слове син тоже встречается. Аль-му-с-та-гым, да, то есть часто слышим аль-му-си, аль-му-си-та-гым. То есть сэ, такой звук. Зачастую эти буквы, которые, ну, которым не свойственны, когда вы их быстро читаете, у нас такой дополнительный звук получается, как э, как что-то, какой-то, ну, лишний, да, как муси-си, такой э-э, такой при дыхании, что ли, да. Да, опять же, ну, из-за того, что неправильно произносите, если вы бы задержали её, не дали ей отскакнуть быстро, да, его не будет, иншаллах. Ну, конечно, бывает ещё, что задерживают на махраджи, но, тем не менее, не избавляются от вот этой резкости, да, то есть говорят, ага, там, например, у стадо, у малики или кто-то другой, сказано, нужно звучать больше, да, там, такой. И, вне зависимости от долгого нажатия на махраджи, потом отрывают тоже с этим звуком, да, то есть, например, аль-муси-э-э-э-э, нет, аль-муси-то-э-я-э, да, там, то есть, в конце подержали, сейчас не получилось, аль-муси-то-э-э-э-э-э-э-э. все равно вот это и сделали то есть даже если вы задержите потом дадите такой резкий звук это не свойственно для этой буквы то есть нужно плавно и и закончить перейти к другой аль мус все закончился звук не надо в конце цель такой звук дополнительный давать аль мус то уже потом идет буква т переходите без между ними такого соединяющего и какого-то да или звука дополнительного да то есть этот звук не должен вас появляться потом что здесь у нас еще какие примеры вот эти буквы сказала здесь у вас еще есть вот первый аят и первый второй третий четвертый пятый аят и шестой и седьмой в принципе все аяты да получается заканчиваются у вас или на букву мим или на букву нун эти буквы они очень похожи между собой у них есть общее вот эти двух буквы гунна и при остановке на эти буквы да они имеют вот такой ну как бы носовой звук его не нужно перестараться сделать долгим но в то же время его не нужно укоротить до такой степени чтобы он опять же вот не вошел в эту быструю резкую категорию который нам дает ну ненужный звук да там например аль 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 амин и такой звук да то есть опять же резкости какой-то и такое получается не свойственно для этой буквы нужно нажать на махарыч его зафиксировать и звук переходит через нос все за и за и застанавливаетесь то есть когда он у вас перешел нос вы плавно его заканчиваете останавливаетесь то есть не нужно еще тянуть дальше иначе такое свойство есть у этих букв что если при остановке вы его перетягиваете это понимаете автоматически как удвоение буквы потому что удваивается ну при остановке именно за счет или мим за счет длины если вы протягивать поэтому перетянуть тоже тут не надо да то есть например если вы читаете аля 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 амин то есть не нужно аля аля амин а если вы как бы вот задержались дольше это значит вы имеется ввиду что их удвеете буквы а здесь она одна значит этого делать не нужно то же самое с мим например что у вас там альмус так и если вы делаете в конце опять же задержитесь на мим это будет сигналом что их две у нас там одна буква так что у нас здесь было еще ну вот мим и нун мы четко тоже видим такая ошибка например слово где встречается сразу две эти буквы и нун и мим да то есть часто слышим такой на пол огласовки перебегать с одного с одной буквы на другую как ана ана амте ана амте читая да то есть как будто нун с фатхой и мим бывает ана амте да то есть с фатхой опять же за счет того что вы не дали ей быть услышимой до конца быть услышимой до конца да у них такая средняя позиция у нун и мим как например если сравнивать с син то есть не надо говорить ана амте иначе это подразумевается как ну чрезмерность в хунне потому что у хунны есть свои степени да звучание то есть она там быстро или дольше там это уже как бы другая тема в зависимости от того правила где он встречается но нужно все равно дать ей быть вот услышимой как и в конце мы это делаем иначе у вас может получиться или резкость дополнительно какой-то лишний звук или может если вообще быстро читаете получится вообще огласовка она например место или а а то есть мы тоже может получить дополнительную гласовку которые там отсутствуют вот 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 что тут еще по сукунированных буквам да то есть еще у нас есть сукун с я например и с вал отдельно вот я ум да и алей им у нас есть я и вал эти буквы они могут быть в частью долгих букв как например вау да какой здесь у нас есть пример с вау у нас нету тут например когда вау долгая а есть вот альмагу лоби на бады у нас ломы то есть у нас может она долгое быть а здесь приходит уже вау с суккуном то есть вот здесь нужно учитывать что эта буква она тоже относится как и син да к вот категории когда мы должны показать то есть не надо говорить например я я уми я уми такая ошибка часто да не дают опять же я показываем вау и идем тоже здесь не следует перетянуть потому что если вы перетянете она уже ну как бы переходит границы своей длины которая необходима здесь в следном чтении суккуном вот частая ошибка сга тоже ихдина да то есть не нужно говорить ихдина ну еще похоже когда не только сэфат а частая ошибка здесь и махраджи да ихдина говорят ихдина сурата или еще что-то вместо та или вместо слады син ну это уже как бы другая тема эту тему мы еще махраджи здесь не рассматривали подразумевается что если вы буквы хотя бы махраджи правильно да то вот такие сэфаты могут у вас нарушаться по вот этой по суккунам может какой-то есть вопросы иншаллах вернемся отвечу если есть и перейду к другим ошибкам которые удвоение было у меня там описано если есть ну может у кого-то возникнуть вопрос иншалла вернемся к ним да то есть также была тема по поводу удвоения то есть частая ошибка да так же удвоение бывает удвоение что подразумевается да то есть удвоение само в русском языке например когда мы пишем там две каких-то буквы мы ну в принципе то же самое задерживаемся на них да например мы говорим имя там инна если бы мы не сказали чуть-чуть дольше было бы инна да то есть инна чуть-чуть как бы дольше там анна да то же самое анна уже чуть по-другому даже звучит да то есть вот за счет за счет вот этой длины звука и мы понимаем что это удвоение да то есть как правило вот так вот такое звучание но не всегда так бывает что звук вот удвоение да в особенности там мы сейчас говорим про арабский язык что он за счет длины этого звука да иногда сам звук он не слышен может быть но за счет того нахождения в махараджи мы понимаем что удвоение там есть но перед этим еще вот хотела чтобы не забыть по поводу разделения сказать да то есть например когда разделяет буквы в русском мы например не говорим если удвоение инна да то есть это уже будет как-то ну пониматься как разные слова или что вы как-то по слогам говорите или еще что-то таки в арабском если у вас две буквы в удвоении мы их не разделяем и иногда некоторые цифаты которые вот в отдельности бы на суккуне она была они имеют то в слитном вот этом удвоенном формате они изменяются и вот как раз про ту цифру которую мы говорили в прошлом которая опять же здесь у нас которая выскакивала там да со всеми буквами там быстро читалась например син ха нун там или еще что-то да вот это резкость она может в удвоении сказать ага вот там буква она же вот имеет эту или может она ее не имеет но так у вас получается и разделяет буквы да есть удвоение скажу одну букву а потом другую да там например какое там слово раби да ба у нас имеет калькаля вот сказали что у нее есть вот это с суккуном и значит мне нужно резко сказать первую ба потому что оно в удвоении потом вторую нет это правило здесь не действует удвоение например калькаля у первой суккунированной буквы отсутствует если она даже бы присутствовала в отдельном как бы произношении на суккуни то есть такой вот нюанс нужно учитывать какие у нас удвоения здесь встречаются в суре это буква б и дель которые вот как раз относятся к вот этим буквам которые я сказала и про них я в принципе сказала пост там было писано другие как бы не хватило пока еще количество знаков поста так как в инстаграме чуть-чуть есть ограничение в этом то есть у нас да например идет робби часто ошибка ну оглушение да робпи там робпи то есть такой звук может не робпи уже прям четкий п п ну вот с намеком на это да робпи 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 то есть оглушение в русском языке это нормально в русский язык ну как бы свойственно вот оглушать какие-то звуки немножко им как бы то есть не например мы говорим работа да то есть бы как бы работа была бы такая она чуть-чуть мягкая может чуть приглушенная или какие-то ну может не очень удачный пример но ба она не такая четко ясная да как вот в причине корана должно быть и здесь нужно внимательно да чтобы у вас не оглушались вот эти звуки но здесь вот в суре аль-фатиха вот этот пример с ба и еще у нас это часто вот ну если ба еще куда там как то куда не шло у некоторых то вот эдель с удвоение то не знаю там может в русском что-то сейчас вот я задумалась у нас нету буквы где удваивается даль или их очень мало да то есть ну то есть ну вот эн да часто там удвоение нун в русском вот есть не знаю вот сейчас нужно этот подумать да вот уж какие удвоения встречается там эс например встречается да такие вот что а вот такие вот буквы как те что мы как носим да в русском наверное не такие частые поэтому часто чтоб их удвоить оглушает то есть такое свойство оглушить и за счет оглушения как бы облегчается да то есть например говорит букву т вместо д то есть один вместо один да то есть д превращается в т что опять же это ошибка ну или один просто да говорит там ну имеется в виду что не удвоение я умедеин да то есть если уже там прям вот сейчас скажу д не буду говорить т то настроиться и получается потом одна даль а не удвоение то есть здесь важно сочетание и самой буквы что она не должна превратиться оглушиться в т да и и в удвоение что принципиально важно в удвоении вот этих особенно ну двух встречающихся буквы удвоение в суре аль-фатиха это да и дель вот в этих словах это то что если вы у меня был там где-то раньше пост про это ну как-то ну все оно ну накладывается одно на другое да что-то может не обратиться внимание или вот сейчас обращаю на то внимание что на другие категории букв да там например вот ля еще есть удвоение у нас или вот буква что у нас там я в удвоении и первая и вторая буква там в тех других категориях слышимы они могут слышимы в разное количество времени но они прослушиваемы то есть мы их слышим на в удвоении то есть как будто мы говорим например ну частая ошибка тоже и я когда мы слушаем слышим я и и потом я с фатхой да и я получается в отличие от ба и адель да то есть удвоенный мы не слышим я закрываю махрадь и только вот это время которое я понимаю фиксации время фиксации понимаю что я ее не произношу сразу да если я скажу раби это значит я просто нашла потом ба с кэсрой но если я зафиксировала на махрадь чуть-чуть задержалась и потом произнесла с кэсрой букву следующую это мне сразу говорит что я делаю удвоенную то есть мы не слышим первую букву в удвоении в таких буквах но за счет только время нахождения в махрадь мы понимаем что это буква удвоенная и опять получается вам нужно на самом деле сконцентрироваться на произношении вот этой буквы согласовкой и зафиксировать это все что посмотреть махрадь и вы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...